Юлия Повицкая, аналитик Киевской школы экономики, к нам присоединяется. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. 11 пакет санкций от ЕС будет направлен на борьбу с попытками Российской Федерации обходить ограничения. По словам Еврокомиссара по финансовым услугам Мэрит МакГиннес, 11 пакет уже готов. Известно ли, когда его примут, когда он вступит в силу, и кого конкретно коснутся санкции, которые будут в этом 11 пакете? Спасибо за вопрос. Что касается 11 пакета санкций, то по последним публичным заявлениям, как раз после пасхальных праздников, можно ожидать активизацию публичных обсуждений, и будут больше деталей по поводу того, что будет входить в 11 пакет санкций. Тут важно отметить, что ближайшие все пакеты санкций, помимо того, что Украина будет продвигать дополнительные расширения и новые санкции, и те санкции, которые, например, до сих пор не были приняты, все последующие пакеты, они больше будут нацелены на то, чтобы Россия не могла обходить санкции, и у них не могло оставаться вот этих вот путей обхода. Поэтому мы действительно видим то, что Соединенные Штаты Америки очень сильно сейчас включаются в этот процесс, и, в принципе, мы видим в целом в санкционной коалиции есть фокус в ближайшие месяцы, так точно, помимо того, что усиливать давление санкционное на Россию, важно, чтобы санкции, которые уже были приняты, я напомню, что Россия является наиболее санкционированной страной в мире, вот очень важно, чтобы все эти ограничения правильно и корректно исполнялись, и Россия не могла обвозить те товары, к примеру, которые нужны ей для военной промышленности. Венгрия традиционно блокирует пакеты санкций, и вот в случае с 2011, как думаете, это будет такая же история, как с предыдущими десятью? Ну, то есть Венгрия как бы блокируют, но их-то все равно принимают. Ну, я не думаю, что поведение Венгрии сильно изменится. У Евросоюза есть рычаг, как влиять на Венгрию, когда они совершенно необоснованно начинают блокировать санкции или вести себя подобно России, и поддакивать им. Они ограничивают финансирование Венгрии, и тогда Орбан начинает торговаться и пытаться сбить какие-то санкции или получить более выгодные условия. Тут вообще глобально стоит вопрос о принятии решений в Европейском Союзе. Возможно, им стоит как-то модифицировать процесс принятия всех решений, потому что действительно одна страна, которая абсолютно неадекватно себя ведет и является сторонником Путина и его действий, может блокировать какие-либо решения. Поэтому действительно, если в пакет будут включаться, к примеру, усиление первой санкции на атомную энергетику со стороны Евросоюза, то тут мы действительно будем видеть, что Венгрия будет пытаться как-то это заблокировать. Но вот тоже важно понимать, что Венгрия далеко не уйдет со своими заявлениями. Вот, к примеру, Соединенные Штаты Америки, они в последнем пакете впервые наложили санкции на Венгерский банк. Соответственно, все равно те страны, которые будут сотрудничать и как-то помогать России, они будут тоже нести ответственность и будут попадать под санкции или ограничения конкретные их юридические организации. В СМИ появилась информация о том, что в мае страны Большой Семерки могут ввести санкции против алмазной отрасли, в частности, против крупнейшего российского добытчика, компании «Алроса». Во-первых, насколько реально, что такие ограничения введут? И если введут, то какой ущерб, какое влияние, какой эффект это может иметь для российской экономики? Действительно, я бы отметила, что как раз санкции на российские алмазы и атомную энергетику — это то, что украинская сторона активно продвигает, и то, что довольно сложно принять странам санкционной коалиции. Если мы говорим об алмазах, то действительно проблема в том, что в Бельгии есть биржа, которая торгует алмазами, и основная часть товара этих алмазов, они зависят от как раз российских алмазов, поэтому последние пакеты у нас и была также Бельгия, которая противилась и не давала ввести Евросоюзу санкции на как раз экспорт из России алмазов. Насколько я понимаю, сейчас страны G7 и санкционная коалиция ищут решение, которое всех удовлетворит, чтобы Россия не могла получать экспортную валюту и доходы от продажи алмазов. Я, к сожалению, не могу назвать точное число, потому что у них по-прежнему является основной частью их доходов. Это нефтегазовые доходы, хотя они уже падают. Я думаю, что около 5% экспорта может даже меньше состоять алмазы. Об обходе санкций России США предупредили западных финансистов о попытках Москвы обойти санкции при помощи ФСБ и ГРУ. Те выросли готовность бороться с обходом санкций не только в западных юрисдикциях, но и в третьих странах. Как, собственно, с этим бороться? Как это может работать? Спасибо за вопрос. По поводу финансовых организаций и банков действительно очень важно, чтобы было совместное решение и чтобы банки включались, потому что то, что мы видим сейчас, большинство обходов или лазеек, которые можно закрыть, они закрываются посредством того, что то, что принято и уже существует законодательство с трансляционной коалицией, оно должно просто выполняться, соответственно, внимание к транзакциям, особенно российских контрагентов, оно должно быть усилено, и они должны не спускать с этого глаз. Также мы ожидаем, что будет больше использоваться инструмент вторичных санкций. Пока вторичные санкции фактически не использовались, США только предупреждает о возможности наложения вторичных санкций, и это уже есть большим эффектом и влиянием на решение стран. Вот сейчас очень важно отслеживать динамику торговли Турции, потому что пару месяцев тому было несколько визитов санкционных координаторов Европейского Союза и Соединенных Штатов, после которых Турция негласно разослала своим компаниям, которые занимаются логистикой и торговлей, что они прекращают вот этот параллельный импорт, которым Россия возила себе санкционные товары, и также, что количество экспорта из Турции в Россию начало падать последние два месяца. Очень важно, чтобы дальше эта динамика сохранялась. Соответственно, нам очень важно, чтобы санкционная коалиция расширялась, а те компании и страны, которые продолжают торговать и помогать России, они будут также санкционироваться и подпадать под ограничения. Вот о странах не только Турции, но еще и Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Беларусь, Казахстан, Киргызстан и Узбекистан – это основные источники параллельного импорта России за прошлый год. Вот реально ли на все эти страны переговорным процессом давить угрозами, вторичных санкций? Будет ли это для всех работать, вот как в Турции, в частности, уже начало работать? Я думаю, тут нужно различать страны по роли их в мировой экономике и вообще положении в мире. Соответственно, если мы говорим про Китай и Соединенные Арабские Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, то тут действительно будет довольно тяжелый процесс, потому что это сильные страны. Но в то же время с ними нужно говорить, с ними нужно общаться. Например, если мы говорим про арабские страны и Объединенные Арабские Эмираты, сейчас есть подозрение, что они могут помогать России с обходом ценового ограничения на нефть и нефтепродукты. Это сейчас очень отслеживается. Собираются доказательства, и как только будут правовые доказательства, что действительно конкретные компании в этих странах нарушают и способствуют торговле России, соответственно, будут приняты меры. Но хочу повториться, что диалог ведется со всеми странами. Постоянно новые предложения. И, соответственно, тут нужно действительно подходить умно к этому вопросу, что, с одной стороны, должен быть диалог и аргументация, почему страны, которые еще не присоединились к санкционной коалиции, должны к ней присоединяться. С другой стороны, должны отслеживаться и пресекаться все обходы и попадать под санкции все компании, которые каким-либо образом способствуют торговле. Услышали вас. Спасибо большое. Юлия Повицкая, аналитик Киевской школы экономики, говорили о санкционной политике против Российской Федерации, как заставить Россию не иметь возможности финансировать войну. Спасибо.